Друзья, всех приветствую. У нас эксклюзив известный ученый Игорь Владимирович Липсис. Игорь Владимирович, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Вы, как российский экономист, безусловно, наверняка не смотрели дебаты Байден-Трамп, но я думаю, что читали. Вот если буквально несколько слов, поскольку сегодня топ-день, ваши впечатления о дебатах, наверное, какие-то выжимки вы успели прочитать. Ну, на самом деле, это довольно грустная история, потому что, в общем, мы наблюдаем неустойчивость к политическому стране, которая является экономическим лидером мира. И это, в общем, угроза не только для проблем каких-то в США, они будут решаться, будут как бы усугубляться, а это, в общем, угроза для всего мира, потому что если начнутся какие-то жесткие политические конфликты в США, начнет качаться экономика США, а это моментально вызовет большие проблемы во всей мировой экономике. Так что от того, как эти два старика спорят, зависит жизнь массы людей во всем мире самых разных возрастов. И, конечно, это достаточно грустная картина, что, ну, в общем, мы видим такую действительно битву стариков, и это, ну, как бы создает ощущение внестабильности США. А это все-таки как бы не просто крупнейший производитель, и крупнейший потребитель, но и крупнейший игрок финансового рынка мирового, любые ситуации нестабильности, любые ситуации нерешаемых политических конфликтов могут здесь порождать большие беды. Так что мы с тревогой смотрим, здесь может зародиться тот орнадо, в котором тянет всю мировую экономику. Даша, я вас не слышу. Да, Игорь Владимирович, члены Демократической партии США, ее сторонники, либеральные журналисты, бьют тревогу после этих дебатов. Во-первых, Байден их серьезно проиграл, 30% от 67 опрошенных считают, что победил Дональд Трамп. Вообще, появилась информация, источник которой Нью-Йорк Таймс, что демократы США заговорили о возможной замене Байдена другими кандидатами на выборах после дебата. Ваше мнение, Трамп придет к власти, будет заменен Байден, и как это повлияет и на мировую экономику, и на санкции против России, и вообще на войну, как вы считаете? С экономической точки зрения. Ну, смотрите, значит, у меня был забавный эпизод, после того, как Байден стал президентом, а Трамп ушел в отставку, я написал у себя в Фейсбуке, что Трамп еще вернется. До мной многие тогда посмеялись, сказали, что Трамп – это сбитый летчик, он уже никогда не взлетит. Но, как видите, мой пессимизм оказался справомерным. Трамп для мировой экономики – это некая дополнительная проблема. Дело в том, что Трамп, он, как бы вам сказать, сторонник американского визоляционизма. То есть идея о том, что США, в общем, должны заниматься своими проблемами, решать свои экономические, политические, социальные вопросы, а, в общем, особенно в мире им заниматься нечем, потому что это оттягивает ресурсы и мешает улучшать жизнь, мешает сокращать государственный долг. Но, в общем, США должны замкнуться на себя и жить хорошо внутри себя. Это не новая концепция. Так уже было в США в начале 20 века. Они тоже считали, что их интерес – это только Северная Америка, Латинская Америка, это так называемая доктрина Монро. И, в общем, они не вмешивались в мировую экономику. И тогда вот это нежелание США стать мировым игроком, стать мировым экономическим лидером, стало одной из причин Великой Депрессии. Поэтому вот сейчас эта ситуация, что США могут замкнуться на себя и перестать интересоваться окружающим миром, и перестать ему как-то помогать развиваться и регулировать конфликты, это может привести к тому, что у мира не окажется экономического лидера, а Китай не способен быть экономическим лидером мира, не способен ни сейчас, ни в ближайшие годы. И мир, лишенный экономического лидера, окажется раздробленным на мелкие группы, на мелкие группировки, на мелкие полюса силы, которые будут враждовать между собой. И мы увидим и тяжелый экономический кризис, и рост числа военных конфликтов. Невеселый прогноз, я понимаю, но картина примерно такова. Так что в этом смысле приход Трампа, это может быть началом такой не очень, мягко говоря, хорошей полосы в жизни человечества. Игорь Владимирович, вот на этой неделе и на прошлой неделе все обсуждали новый пакет санкций против России, который согласовал Европейский Союз. И важный момент, вот я когда общалась с экономистами, мне все говорили о том, что на сегодняшний момент Россия экспортирует нефть и нефтепродукты через третьи страны. Это происходит постоянно, регулярно. И вот давайте вспомним министра иностранных дел Кэмерона, который сказал, что мы будем охотиться за российской нефтью и нефтепродуктами. И после этого, я так понимаю, что максимально, что касается нового пакета санкций, это жиженый газ и это нефтью и нефтепродукты. Как вы считаете, как новый пакет санкций ЕС против России может изменить экономику, по вашему мнению, и вот относительно нефтью и нефтепродуктов в России? Да не об этом сейчас самая больная тема в России. Вот как мне слышно, все смотрят на нефть, на экспорт газа, который немножко подрос. Вы обратите внимание, что совсем другая сейчас острейшая проблема, она как раз от 14 пакета очень так активно отслеживается. Там, в общем, появляются довольно-таки серьезные угрозы в адрес банков третьих стран, продолжающих работать с Россией. И это создает угрозу для того, чтобы Россия могла нормально торговать с Китаем. А вот это безумно опасная история, куда опаснее, чем любые санкции по нефти. Буквально позавчера выступал один из руководителей Центробанка на конференции банковской. И вдруг он начал кричать, что надо решать вопросы расчетов любыми способами, соглашаться на любые, даже самые сомнительные схемы расчетов. Мы готовы открыть дорогу любым криптовалютам, либо же бы хоть как-то оплачивать импорт и хоть как-то получать деньги за экспорт, потому что, как он нежно сказал, без этого наши экспортно и импортно ориентированные экономики просто погибель придет. Вот это выражение я буквально воспроизвожу. Погибель придет. То есть, на самом деле, важнее не то, какие там ограничения по перегрузке СПГ в портах Европы, а то, что вот там сильно закручиваются гайки и болты, как хотите, в банковском регулировании. И банки Китая боятся обслуживать внешнеторговые операции с Россией, а Россия без импорта и без доходов от экспорта, она жить не может. Так что тут атака идет по этой стороне, и она как раз более удачная, чем по нефтяным санкциям или по газовым санкциям. Так что у России сейчас вот как бы качается очень сильно ситуация с экспортно-импортными поставками, и это угроза, потому что без импорта не будет наполнения магазинов, полки опустеют, и многие производства перестанут работать, потому что они не могут работать без импортных компонентов. Вот это как бы куда более опасная сейчас ситуация для России. Игорь Владимирович, какой вы видите вот сейчас экономика России, в какой фазе она вступает? Все обсуждают, сколько еще экономика России может выдержать в таком состоянии войны, агрессии, и вот какой ваш прогноз, как эксперта в этой свете? Ну, смотрите, значит, здесь вот народ смотрит в основном на то, хватит ли денег на войну, на военные расходы. На мой взгляд, их хватит еще на некоторое количество лет, но просто эти деньги начинают уже активно отбираться у самого населения России, что населению, конечно, нравится все меньше и меньше. Обратите внимание, с будущего года в России начинает действовать новая система налогообложения, включающая прогрессивное налогообложение, повышение налога на прибыль для бизнеса, увеличение, значит, необходимости платить НДС до небольшого бизнеса, более 60,5 миллионов рублей выручки за год. В общем, это как бы такое обременение, отягощение жизни малого, среднего бизнеса простых россиян с высокой квалификацией, которые получают высокую зарплату, включая даже работников военной промышленности, которые не выведены из-под этого налогообложения. Поэтому, конечно, государство ради того, чтобы финансировать войну, начинает отнимать деньги у своего народа, что народу, конечно, не нравится. Поэтому угроза России не в том, сможет она финансировать войну, не сможет. Сможет, потому что она будет просто отнимать деньги у населения, все больше, все активнее, все наглее, я бы сказал. К этому подготовка уже идет очень активная. Для этого созданы уже даже механизмы. Люди даже не поймут, что у них деньги ушли на войну, и у них остались только пустые обещания этих денег на счетах, банках. Люди не поймут это, как они не понимали в СССР. Но вот вопрос в том, что сама экономика России, она гнилая, становится в ней куча нерешенных проблем. Чтобы их решить, нужны огромные деньги. Денег этих нет, деньги уходят на войну. И вот эти внутренние, я бы сказал, такие мирно-гражданские проблемы могут просто обрушить Россию, при том, что у нее будут деньги на оружие. СССР упал не потому, что он проиграл войну, или потому, что ему не хватило денег на оружие. Он тратил огромные деньги на милитаризацию. Но был пустой потребительский рынок, была огромная усталость населения от тоскливой, безнадежной жизни в очередях. И люди хотели жить по-другому, и в общем не стали защищать Советский Союз, а перешли в новое независимое государство, надежда, что хоть там заживем. И в общем зажили, по-другому магазины хоть наполнились. Не надо было стоять в очередях. Так что в этом смысле угроза России не в том, что она не сможет финансировать закупку ракет, снарядов, а в том, что в общем наступит такой износ гражданской жизни, что страна просто начнет рушиться по этим линиям, по этим трещинам. Вот это более опасная история. Игорь Владимирович, как вы оцениваете результативность визита Путина в Северную Корею? Все обсуждают, что следующий визит будет в Иран. И, кстати, даже первый звонок между министром обороны Олдом Костином и министром обороны Белоусовым связан, все написали, именно с визитом Путина в Северную Корею. Что эти две диктаторские страны могут дать друг другу? Оружие, поставки, ядерные программы? Как экономика опять может повлиять на эту ситуацию? Ну, Россия ищет сейчас любых поставщиков, хоть каких-то товаров, которые могут поступать на рынок. Значит, в этом смысле для них Иран нормальный партнер, уже даже какие-то соглашения начинают появляться по этому поводу, начнут патрульничество России и Ирана. Ну, в общем, это как бы о свидетельстве того, что и Россия идет по дороге Ирана, и об этом тоже писал, и говорил в своих лекциях на Ютубе, что Россия как раз будет развиваться по модели Ирана, и это значит, что россиян ждет резкое падение уровня жизни и благосостояния. Россияне пока в это не верят, но жизнь их этому научит. Благосостояние гражданина Ирана в 3-4 раза ниже, чем россияне, хотя Иран безумно была богатой и остается богатой нефтяными ресурсами, живет под санкциями, но, в общем, живет бедно, живет примитивно, тоскливо, и страны всеми силами бежит молодежь, потому что там нет никаких перспектив, и это тоже будущее России. Так что в этом смысле в России с Ираном, что называется, нашли друг друга, две страны-изгоя, которые будут все больше оказываться изолированными от мира и без всяких шансов на хорошее развитие. Ну, в этом смысле они пытаются создать, как вам сказать, блок отверженных Иран, Россия и Северная Корея. Ну, больше в этот блок вряд ли кто-то войдет. Вот, да, еще и Афганистан они пытаются втянуть с Талибаном. Вот тоже есть такая история. А так вряд ли Вьетнам в этот блок не войдет. Вьетнам интереснее работать в США. И Вьетнам заявил о своем стратегическом партнерстве США после визита Путина. Так что вот этот блок отверженных Иран, Россия, Северная Корея, это такая группа, в общем, озлобленных стран, без всяких шансов на перспективу, злобно пытающихся испортить жизнь окружающим странам. Вот это примерно та группа, которую мы будем видеть, как будет формироваться на мировом уровне. И мировые донами. Сейчас все обсуждают о создании некого аналога НАТО, только это будет касаться, естественно, что страны оси зла. И будет, естественно, что топ страной, кто создает это все, это Китай. Мы знаем, насколько Северная Корея экономически зависит от Китая, а насколько Россия сегодня, вот в состоянии полномасштабного вторжения в Украину, зависит экономически от Китая. И, как вы видите, это в развитии, безусловно. Россия чрезвычайно сильно зависит от Китая. Начните с простого. Что Россия стала сегодня единственной страной в мире, в России, где китайская валюта и юань являются якорной валютой, от которой зависят все расчеты на валютном рынке, и которая является единственной валютой в резервах государства валюты, потому что все другие валюты запрещены, только юань разрешен. И Россия сидит полностью на игле китайского импорта, без этого она тоже жить не может. По-моему, сейчас что-то доля китайского импорта где-то 45% в России от всех зарубежных поставок. Поэтому Россия сейчас тотально зависит от того, будет ли Китай продавать товары, не будет продавать Китай будет ей продавать, пока у него есть для этого возможности. Но Китай не будет как-то уж очень особенно помогать России. Никакой такой явной, нежной дружбы здесь не наблюдается. Обратите внимание, что по итогам визита Путина не подписан ни один сколь-нибудь существенный контракт. Китай не дал России никаких международных кредитов. Китай не объявил никаких крупных инвестиционных проектах в России. Поэтому все глумились над этим соглашением о поставке тампинамбура и хряща в Китае. Это все ужасно смешно. Но хоть что-то надо было показать. Это говорит о том, что Китай воспринимает Россию как такую, знаете, побочно с бытовую территорию, куда можно сбросить часть товаров, чтобы экономика продолжала работать. Люди получали зарплату. Оттуда получаешь ресурсы, с помощью которых делаешь товары для рынков США и Европы. Вот картина такая. Поэтому Россия сейчас такой обычный сырьевой придаток. Китай ничего другого не будет. Больше она ни в чем Китаю не нужна. Она даже перестала быть интересна как источник научно-технических достижений. Китайцы в частности расторгли соглашение о сотрудничестве России при создании своего нового большого самолета. Они делают конкурента Боинг-Гербасу и пытались делать с Россией. Сейчас отказались, выяснили, что Россия ничего предложить не может. Унылая страна, потерявшая научно-технический потенциал. Ну вот сырьевые ресурсы они будут покупать. Воду будут покупать из Байкала. Это тоже им в общем нужно. Ну вот такие вещи. Они, возможно, будут переносить какие-то особо вредные предприятия на территорию России. Пусть загрязняется здесь территория, а не в Китае. Это есть такая гипотеза. И вроде в эту сторону направления мы видим. Но это будет все такая маргинальная для Китая сфера жизни. А вот для России это будет единственное окошко, через которое что-то в страну поступает. Игорь Владимирович, санкции, которые Америка наложила на Мосбиржу и курс рубля, ваши оценки ситуации в целом, как это повлияет на экономику России, естественно, санкции на Мосбиржу и что будет с российским рублем в ближайшие полгода, вот квартал до сентября, до следующей осени, до президентских выборов в США в ноябре. Вы считаете, знаете почему? Потому что мы не знаем, что с российскими финансами ситуация. Россия сейчас очень закрытая страна, с очень малым количеством открытой статистики. И вот сейчас мы наблюдаем, началась работа над проектом государственного бюджета России на следующий год. То есть он есть, он утвержден, он действует. Но каждый год его Минфин корректирует. И интересно то, что в утвержденном бюджете заложено сокращение военных расходов на 25-й год. Но, судя по всему, это не получится. Будут опять-таки увеличены военные расходы. А они уже огромные. Вот если сопоставить слова Путина, именно эконом-развитие, то получается, что Россия тратит сейчас на военные нужды 15-17 миллиардов, триллионов, прошу прощения, 15-17 триллионов рублей из примерно 36 триллионов государственного бюджета. То есть, как вы понимаете, это, в общем, уже очень большая доля, это еще не 50%, но существенно больше 40% всех расходов на войну. Это означает, что меньше денег тратится на образование, на здравоохранение, на поддержку экономики, на ремонт систем ЖКХ. Это все означает нарастание проблем, обветшание страны и появление все больше угрозы всякого рода техногенных аварий, которые будут возникать то там, то тут, и вы будете это наблюдать постоянно и будете удивляться, что это вдруг в России, то там, то тут. Поезда сталкиваются, самолеты не могут летать и тому подобное. Воды нету для городов пищевой, ну и так далее. Это все вот проблемы, порожденные сокращением финансированной гражданской экономики, польза военной. Насколько эти расходы будут велики, сказать вам никто не может, даже Минфин, потому что это не им определяется, это определяется армией, ведущей войну на Украине. Какие у нее будут потребности в деньгах, мы сказать не можем. При этом понятно, что в России разгоняется инфляция, а это означает, что и военные расходы растут. Ну просто все удорожается, нужно денег тратить больше, нужно повышать зарплату работникам, потому что в России дефицит рабочих рук невероятный. Там уровень безработицы около 2,5 процентов, это совершенно нездоровая норма, это совершеннейшая беда, это не радость, это беда. Людей нету, плюс людей постоянно забирают воевать, люди пытаются уезжать из страны, будут уезжать, поэтому, конечно, ситуация такова, что экономика, как бы, она, ну, разбалансируется, она становится вся перекошна в военную сферу, она становится похожа на экономику СССР, а в экономике СССР мы прекрасно помним, как жизнь выглядела, огромные военно-промышленные комплексы, пустые магазины. Ну вот пример туда России делал. Игорь Владимирович, на следующей неделе, 3-4 июля, в Астане будет саммит ШОС. Ожидается встреча Раджепта и Паэрдогана на полях саммита ШОС с президентом Расси Путиным. Ваши прогнозы, какие экономические вопросы или иные вопросы будут рассматриваться на саммите ШОС? И особенно вот интересуют даже отношения, коммуникация президента Турции с Путиным. Я думаю, что там один из основных вопросов будет обсуждаться, это как раз вопрос расчетов по внешней торговле, потому что Турция, в общем бы, охотно торговала с Россией, но боится санкций, а санкции идут по линии банков, поэтому в Турции уже вот который год, второй, мне кажется, обсуждается вопрос перехода в торговле с Россией на расчеты в наличных деньгах. То есть в Турцию будут возить чемоданы, денег, контейнеры, денег, ну что я могу сказать, а турецкий бизнес просит разрешения у правительства получать наличные за поставки в Россию, не защищать их на банковские счета, значит, в турецких банках, то есть вести расчеты, в том числе по налогам, по наличным платежам, что, конечно, правительство Турции не радует, но для России важно сохранить хотя бы канал через Турцию, поэтому, вероятно, они будут обсуждать какие-то системы платежей, что нужно сохранить, возможность что-то получать через Турцию, какие-то товары, которые иначе добыть довольно сложно. То есть турки этого боятся, не боятся, оказаться под санкцией, потерять рынки США и Европы, но с другой стороны им хочется что-то в России заработать. Ну вот идет такой поиск, как мне кажется, воевозможных каналов скрыть вот эти внешние торговые операции Турции с Россией. А так России все меньше нужна Турция, Турция уже даже меньше энергетически интересуется Россией, потому что у них выявляется в своем месторождении газа, и турки даже обсуждают идею стать поставщиком газа в Европу вместо России, жизнь меняется, знаете ли. Поэтому, в общем, от России, ну в общем, кроме денег Турции особо ничего не надо, а вот для России Турция важна как некий канал, через который можно получать продукцию, в том числе продукцию двойного назначения, но надо скрыть расчеты, чтобы их никто не нашел. Значит, люди будут обсуждать вот эти возможные схемы, которым призывал у нас Центробанк. Игорь Владимирович, вы знаете, вот когда обсуждают с бизнесменами, что необходимо сделать, чтобы Россия прекратила войну против Украины, то все обсуждают нерешительность Байдена, что он не дает там оружие дальнобойное, которое может ударять далеко по ключевым военным аэродромам базам больше 500 километров, больше 700 километров, все говорят, это Магавки. А экономисты говорят, что если бы Байден сделал больше санкций и, соответственно, Европейский Союз, наши партнеры, то война могла бы закончиться гораздо раньше, потому что у России просто не было бы денег, чем воевать. Поскольку вы, как выдающийся экономист, хотел бы этот вопрос адресовать вам. Мы сейчас не говорим о поставках оружия, потому что это военная тема. С точки зрения экономики, есть ли сегодня еще инструментарий от наших международных партнеров, которым может быть действительно реализация плана, чтобы сделать так, что у России больше не будет денег воевать? Или это утопия, на самом деле, так и рассуждается? Я бы по-другому поставил вопрос. Можно ввести санкции, которые разрушат экономику России, если они не до войны. Но пока этого не произойдет, Россия будет воевать изо всех сил, потому что этого хочет русский народ. Я понимаю, что я произношу очень страшные слова, но дело в том, что мы сейчас видим в России возникновение большого числа людей, прямо заинтересованных в войне с Украиной и как можно более долгой войне. Это то, что мы называем экономисты-бенефицары войны. Те, кто выигрывает, те, кто богатеет на войне, их много в России. Это не какая-то там партия войны, где-то бегающая по коридорам Кремля. Оценки очень разные, я не могу их назвать точную цифру, это сложно оценить, естественно. Но разброс оценок, который обсуждают эксперты, мои коллеги, это 15 до 30 миллионов россиян, которые получают выгоду от войны. Они самые разные. Но у меня народ пишет из России письма, это очень интересно. Кто-то говорит, а вот у нас хорошо зажили люди в Ивановской области, у нас предприятия шьют одежду для армии, хорошо загружены, у нас хорошие зарубки. Другие пишут, а вот у меня, друзья, врачи, они целыми семьями ездят, значит, вахтами, военные госпитали на Украине, получают огромные деньги, зажили, хорошо. Значит, ипотеку погасили, машины купили, хотят, чтобы война шла как можно дольше, они тогда будут хорошо жить. Вот в России появилось много людей, которые хотят, чтобы Россия продолжала воевать с Украиной. И Путин это понимает, это большой фронт поддержки, эти люди будут готовы всеми силами одобрять войну, а те, кто не одобряет, их не очень много. Поэтому, ну, можно добиться того, чтобы за счет санкций экономика России сильно ослабла, начала качаться и распалась, как Советский Союз. Это можно, но до последней капли устойчивости Россия будет пытаться воевать, потому что иначе, в общем, президент Путин потеряет свою власть. Картина вот именно такая. Уважаемая аудитория, традиционно просим вас поставить лайк этому видео, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Игоря Владимировича, это очень важно, это ценно. Для нас, что Игорь Владимирович дает нам интервью, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал «Да, счастливая», напишите в комментариях географию просмотров. Лично мне, я думаю, что Игорь Владимирович очень интересно, откуда вы нас смотрите, страны СНГ, Центральная Европа, страны Балтии, Великобритания, Ближний Восток, Израиль, Турция, Канада, Австралия, Россия через VPN или нет. Напишите несколько теплых слов в поддержку, это очень важно, и напишите ваш взгляд на ситуацию в целом. Мы сегодня попытались обсудить эти дебаты Трампа, Байдена и экономику, и вопросы санкций по отношению к Российской Федерации. Выдающийся ученый, экономист Игорь Владимирович, Игорь Владимирович, благодарю вас и традиционно, надеюсь, что до скорой встречи. Все доброго, до свидания. Спасибо вам большое.